В эфире программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Рязанские чиновники сыграли в бильярд, стали известны имена задержанных сотрудников Ринвестбанка, о чем кроме Циолковского знаменито село Ижевское, стали известны имена задержанных сотрудников Ринвестбанка. Злоумышленниками оказались бывший председатель правления банка Максим Ткачев и член правления Наталья Кошелева. Ткачев также входил в совет директоров. На данный момент решается вопрос об аресте банкиров. Напомним, в среду 16 ноября стало известно о том, что сотрудники Ринвестбанка похитили крупные суммы денег с помощью поддельных документов. Полиции стало известно, что менеджеры банка подделывали документы. Места работы подозреваемых и офисы коммерческих организаций, имеющих отношение к инциденту, обыскали. Бывшего председателя правления банка и его заместителя задержали. В проведенной проверке установлено, что топ-менеджеры путем изготовления документов, содержащих заведомо ложные сведения, похитили у банка денежные средства в размере 578 тысяч долларов США и 116 тысяч евро. По данному факту, следственному управлению МВД России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с прокуратурой Рязанской области, УФСБ России по Рязанской области, УБЭП ОМВД России по Рязанской области задокументирована противоправная деятельность бывших руководителей одного из коммерческих банков, лишенного лицензии в июле текущего года. Напомним, в июле Банк России отозвал лицензию у Рязанского Ринвестбанка. Банк являлся участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным РИА-рейтинг, занимал на 1 апреля 2016 года 308 место в банковской системе Российской Федерации. 5 июля Рязанский Ринвестбанк признал себя банкротом, сообщив, что обратился в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом и направил в Центробанк ходатайство об аннулировании лицензии. Актуальные вопросы уплаты имущественных налогов сегодня обсудили на пресс-конференции представители налоговой службы области с журналистами. До 1 декабря истекает срок уплаты. Всего направлено более 580 тысяч налоговых уведомлений. Сумма нового налога зависит от кадастровой стоимости жилья. Кадастровая стоимость – это, по сути, рыночная цена. Что касается льгот, то я хочу обратить внимание, что в этом году есть существенное одно изменение по льготным категориям. Сам перечень льготных категорий у нас не изменился. Порядка 15 категорий налогоплательщиков у нас полностью освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц. Единственное изменение заключается в том, что льготник освобождается от уплаты только по одному виду каждого объекта. Если раньше пенсионеры, ветераны, воины, инвалиды и другие льготники освобождались от уплаты налога полностью, то сейчас это право распространяется только на одну из квартир, дач, гаражей. За остальное придется платить. Это комната или квартира, это жилой дом, гараж или машина, место, хозяйственное строение или сооружение, которое расположено на земельном участке под личное подсобное хозяйство и площадью не более 50 квадратных метров. Сегодня отмечается Международный день студента. Праздник был установлен еще 17 ноября 1946 года на Всемирном конгрессе студентов, который состоялся в Праге в память о чешских студентах-патриотах. Студенты во всем мире будут сегодня весело отмечать этот праздник, но вот истоки этого дня довольно трагичные. 28 октября 1939 года в оккупированной фашистами Чехословакии пражские студенты и их преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования Чехословацкого государства. Подразделения оккупантов разогнали демонстрацию, при этом был застрелен студент медицинского факультета Ян Оплетал. Похороны Яна Оплетала 15 ноября 1939 года снова переросли в акцию протеста. Десятки демонстрантов были арестованы. 17 ноября гестаповцы и эсэсовцы рано утром окружили студенческие общежития. Более 1200 студентов были арестованы и заключены в концлагерь в Заксенхаузен. Девятерых студентов и активистов студенческого движения казнили без суда в застенках тюрьмы в пражском районе Рузине. По приказу Гитлера все чешские высшие учебные заведения были закрыты до конца войны. В честь этих событий на Всемирном конгрессе студентов и был установлен Международный день студентов. Сегодня он празднуется во многих странах мира и хотя программы празднования этого дня различаются, он весьма популярен среди студенческой молодежи. И практически ни один вуз не остается в стороне от шумного и долгожданного праздника. Напомним, что российские студенты отмечают национальный студенческий день 25 января. И связан он с почитанием православной святой, покровительницы всех студентов Татьяны. Многочисленные истории, звучащие с экранов телевизоров и считаемые на страницах газет. О грабителях и ворах кажутся большинству чем-то далеким тем, что произойдет с кем-то другим. Но от подобных неприятностей не застрахован никто. Квартирные кражи были и остаются весьма распространенным видом преступления. И зачастую орудуют в этой нише грамотные, хорошо подготовленные преступники. Как обезопасить себя от потери имущества, рассказали в полиции. Молодые люди до 30 лет приятной наружности родом из Подмосковья. Скинулись и купили деревянный домик в деревеньке в Клепяковском районе. Вроде бы ничего подозрительного. В планах обустроить жилище, чтобы летом вывозить семьи в тихий красивый район. А на самом деле здесь обосновалась штаб-квартира преступников, профессиональных воров-домушников. Со вторника по четверг молодые люди чистили квартиры жителей Рязани и близлежащих районов. А на выходные уезжали домой в Подмосковье, сбывать краденое. Взять данных людей было с поличным очень тяжело. Но, однако, приняты меры и к задержанию данной люди. Люди были задержаны. При себе были вещественные доказательства, которые легли в основу доказательств по уголовному делу. В настоящее время все данные лица задержаны, находятся в местах лишения свободы. Люди к этому преступлению готовятся. Проведя анализ совершаемых преступлений, люди уже не первый раз совершают данную категорию преступлений. Прежде чем совершить, они все прекрасно знают. Данные преступления относятся к категории тяжких преступлений. И знают, что если они будут задержаны за данные правонарушения, они будут привлечены к реальным срокам лишения свободы. Несмотря на профилактические меры, количество квартирных краж, к сожалению, не становится меньше. Стоит помнить о том, что люди, идущие на дело, хорошо подкованные, аккуратные, чаще всего подготовленные заранее к операции. Поэтому в очередной раз полицейские советуют как можно серьезнее подходить к вопросу защиты собственного жилья от незаконных гостей. Простейшая мера – дружить с соседями, которые в случае происшествия запомнят подозрительных лиц, унесших чужие вещи. Использовать замки хорошего качества, стоимость таковых незначительно выше, а надежность гарантирована. Одним из самых простых способов – это оборудовать подъезды видеонаблюдением. Для начала, в принципе, этого уже будет достаточно для того, чтобы можно было отследить время совершения преступления, а также количество людей для дальнейшего проведения оперативно-ростных мероприятий. Ну а так, в целом, хотелось бы граждан попросить, чтобы не теряли бдительность, бдительность. И если подозрительные люди такие имеются, звонили в полицию, не ленились, отреагируем, приедем, осмотрим. Уезжая в отпуск, просите присматривать за квартирой друзей или соседей. А также помните, по статистике, большая часть краж происходит днем в будни с 15 до 19 часов. В это время дополнительная защита жилищу особенно необходима. Село Ижевское незаслуженно ассоциируется только лишь с фамилией нашего известного земляка Циолковского. А между тем, ученый всего-навсего в Ижевском родился и покинул его в раннем детстве. А богатую историю этого места сегодня мало кто знает. Наш корреспондент Ирина Ковалева там побывала и расскажет о необычных исторических фактах, а также легендах Рязанской глубинки. История села Ижевское насчитывает не одно столетие. Конечно, таких мест разбросано по Рязанской области немало. Но попадая на улицы этого села, действительно ощущаешь себя в прошлом, а именно где-то в 19 веке. Ведь здесь сохранилось множество домов того времени, которые некогда принадлежали крестьянам. А теперь всем своим обликам не дают забыть о славной и необычной истории этих мест. О ней нам рассказал местный краевед Андрей Меркунов. И хотя родом он не отсюда, кажется, знает об этом селе абсолютно все. Именно он рассказал о том, что за 30 лет до отмены крепостного права крестьяне села Ижевское выкупили свою свободу у барина Николая Демидова. Под огородом выкупа общая сумма составила 3,4 миллиона рублей. Для сравнения. Через 30 лет Россия продала Аляску за 11 миллионов рублей. Где Аляска? Где Ижевская? Ну, угу. И дальше уже переводим данную сумму в современные деньги. Есть несколько калькуляторов перевода денег тех времен. Я один из них проверил и использую. Соответственно, так как рубль того периода стоила 8 тысяч рублей на наши, сумма 3,4 миллиона, переконвертируется в приблизительно 24 с копейками миллиарда рублей. Вот тут и начинают рушиться все наши представления о бедных, голодных и нищих крестьянах. Действительно, если бы все было так, откуда бы они взяли деньги на выкуп? Чтобы понять, насколько богаты были местные крестьяне, достаточно сказать, что на отхожем бандарном промысле в день они зарабатывали от 3 до 4 рублей. В пересчете на современные деньги это порядка 15-20 тысяч. Вот и получается, что крестьяне села Ижевская были людьми довольно состоятельными. И причуды у них были почти как у богатых. Но, например, они пытались друг друга перещеголять во всем. Доказательством этого служит история строительства дома, в котором сегодня, кстати, и проживает Андрей Меркунов. Перед строительством этого дома, когда он затеялся строительство этого дома, он в качестве проектировщика, скажем так, выписал главного архитектора Рязанской губернии. Заказал ему туда лошадей, лошади его привезли. Главный архитектор приехал, сделал замеры, вбил колышки, нарисовал план и сказал строить по этому плану. Вот план главного архитектора. То есть мы можем представить, да, дом 4 стены и крыша. Проект главного архитектора Рязанской губернии. Примерно такие же удивительные истории связаны практически с каждым домом этого села. Ну и, конечно же, не обошлось здесь без легенд. Так, согласно одной из них, однажды вследствие сильного половодия полностью под воду Ижевского озера ушла кузня. А в 45-м году сюда же упал бомбардировщик. И когда водолазы начали обследовать дно озера, чтобы поднять оттуда обломки самолета, произошла весьма необычная история. Один водолаз долго не вылазил. Не вылазит, не вылазит. Его начали тянуть за трос. За трос его вытянули, достают, а он весь бледный, трясется. И, говорит, даже посидел. Говорит, что такое? Он говорит, я видел кузницу. Говорит, какую кузницу? Говорит, вот там, под водой кузница. В ней мужик по поясу стоит в воде и кует. Говорит, а глаза огнем горят. И с тех пор говорят, что у нас здесь в лунную ночь можно услышать, как из-под воды... Дун-дун, 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 дун-дун. Это всего лишь одна из многих легенд села Ижевское. Наверняка, стены древних домов и храмов могут рассказать много интересных и необычных историй, которые, несомненно, заинтересуют каждого. Подробнее о селе Ижевское смотрите в программе «О чем молчит время» в конце следующей недели. К другим темам. Сегодня рязанские чиновники сыграли в бильярд. Сотрудники администрации Рязанской городской думы приняли участие в соревнованиях по бильярду в рамках 14-й спартакиады работников местного самоуправления. Подробнее расскажет Ирина Ковалева. Каждый год работники органов местного самоуправления приобщаются к спорту, участвуя в ежегодной традиционной спартакиаде. Плавание, лыжи, шахматы, настольный теннис – в этом году список спортивных дисциплин дополнился бильярдом. По всей видимости, связано это с тем, что данный вид спорта в последнее время набирает все большую популярность как среди детей, юношей, так и среди взрослых. Против подобного дополнения возражать не стал никто – ни организаторы, ни участники. Ну, отношение к этому виду спорта, конечно, положительное, потому что помимо общих физических воздействий, нагрузок и положительного, так скажем, влияния на организм, это еще, не знаю, полезно для души, интересно. Сергей – один из тех, для кого сегодняшний день проходит по нестандартному плану. Помимо него, еще около трех десятков работников администрации города и Рязанской городской думы собрались в бильярд-холле развлекательного центра «Озон», чтобы принять участие в соревнованиях по бильярду в дисциплине «Свободная пирамида». Правило «Свободная пирамиды» заключается в том, что можно играть любым по любому шару, соперник выигрывает тот, кто забьет первым восемь шаров. Среди участников оказались как те, кто знаком с этой игрой, так и те, кто никогда в жизни не держал в руках Киа. Перед началом соревнований всем игрокам объяснили правила, для них юные спортсмены сыграли показательную партию, и соревнования начались. Каждой паре игроков давалось 40 минут на встречу, дабы не затягивать соревновательный процесс. Все-таки работу, как нам сказали в этот день, никто не отменял. Трое призеров, которые были определены в конце встречи, получили памятные подарки, но, по всей видимости, это только начало. У нас есть по плану сейчас предложить правительству области сыграть товарищеский матч в выходной день, в какой-то выберем, и вызовем их на бой, на встречу. Говорят, что бильярдный спорт развивает глазомер, интуицию, моторику движения и тренирует мышление. Так что играть в него полезно всем, как работникам администрации, так и представителям правительства области. На этом все. Новости и другие авторские программы моих коллег смотрите на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до завтра и хорошего продолжения вечера. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!